Хорошая традиция начинать летний сезон со спуска новых судов. На набережной Затону Окской судоверфи в Навашино весь завод. Для рабочих и горожан судостроительного города с вековой историей спуск каждого корабля это всегда праздник. Все по канонам флота. Крестная мать разбивает о борт бутылку шампанского. Успех. Рейсы судна будут удачны. Не каждая женщина является крестной матерью баржи. Сколько вот крестной матерью детей многие могут быть, а вот баржи... Вместимость этой 120-метровой баржи почти 7 тысяч кубических метров. Уже в этом году она начнет перевозить нефтепродукты по нашим рекам. Со Стапеля Окской верфи баржи не сходили более 15 лет. А суда именно вот такого класса сходят впервые. Это только первое судно из 10 по новому проекту, который предприятие построит в ближайшие месяцы. Этот заказ позволил, или вернее даже не позволил, а привел к тому, что мы интенсивно набираем людей. И на сегодняшний день, с января по апрель месяц, после настоящий день, порядка 500 человек дополнительно принято рабочие. Есть новые заказы, а значит и уверенность в будущем. Люди, которые работают и хотят зарабатывать, я считаю, что они не обижены, получают достойную зарплату. На заводе уже началась резка металлоподстроительства судов. В следующем году уже есть заказ еще на 8 сухогрузов, и не только. Мы сегодня говорим о том, чтобы сюда пришли хорошие заказы, нужные заказы для Министерства обороны. Ну а так, мы еще хотели бы, чтобы здесь был пилотный такой проект постройки рыболовецких судов. Первое рыболовецкое судно должны спустить со стапелей в 2020 году. Глава региона поручил перейти от точечной помощи по заказам для отдельных предприятий к разработке комплексной системы поддержки судостроительной отрасли в регионе. Поставил задачу Глеб Сергеевич Никитин о том, чтобы отдельную программу разработать в виде кластера, который поможет развитию именно кораблестроительной отрасли. Мы планируем там реализовать целый ряд налоговых льгот, и наши региональные льготы, как налог на имущество, налог на прибыль организации. Будем работать с федеральными возможностями, с федеральными программами. В ближайшее время программу создания кластера обсудят вместе с нижегородскими корабелами. Проект предполагает и создание новых производств, комплектующих на свободных площадях заводов.